Давай, 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 давай. О-о-о! Сейчас! Ой, не вставай, не вставай, не вставай, не вставай. Дышим, дышим, дышим. Так, давай ещё, ещё. О-о-о! Берёзка моя любимая! Берёзонька! Что здесь происходит, Виктор Петрович? Анжелика Викторовна! Э-э, это... Что такое? День учителя один раз в году. Да, наш профессиональный праздник. Имеем право. День учителя был в пятницу, а сегодня понедельник. Прекрасно. Учительница украинского языка и физкультурник. Физкультурник и учительница украинского языка. Здорово! Ой, кто поговорил? Да, Надежда Константиновна. Вот, у нас для вас подарочек есть. Пожалуйста, после праздника остался. Вам понравится. Кто бы мог подумать? Директриса и трудовик. Трудовик? И директриса. И еще тут поцелуй. Мы, в отличие от вас, по крайней мере, одетые. Да. Пока еще. Ребята, ну извините, я не с того начала. Что я могу для вас сделать? Значит так. Во-первых, я хочу премию. Во-вторых, все. Хорошо. А я хочу классное руководство над 11-м А. И чтобы вы, мысли меня, физкультуру ввели. Я физкультуру Витя. Ага. Хорошо, я согласна. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, с премией тебя. Алло. Да. Да? Пусть проходит. Виктор Петрович звонил охранник, ваша жена в школе. Она поднимается. Сказала, если застука я его с какой-нибудь бабой, повырываю ноги и ему, и ей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Одежда Константиновна, выпустите нас, пожалуйста. Пожалуйста. Мы для вас все, что угодно сделаем. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот. Все. Удалил. Нет видео. А я буду факультетов бесплатно вести. И вообще буду бесплатно работать. А я могу конфискультуры, рисование вести, каракульки с детьми. И химию. Какую химию? Вы чего? Я же... Химию, Витя. Ну, как скажете. Согласен. Химию, так химию могу. Ну хорошо. Скажу твоей жене, что отправила тебя на курсы повышения квалификаций. А что, по физкультуре такие есть? Есть. Пошли вон отсюда. Да. Надо завязывать с этими корпоративами. Потому что точно придется физкультуру вести. Сегодня, слышите? Сегодня. Вы меня напугали. Я говорю, сегодня. Точно сегодня. Вы так говорите, как министр образования перед тем, как повысить учителям зарплату. Сегодня, точно, сегодня. Что вы хотели? Что случилось? Я говорю, сегодня точно отыграюсь. А, вы про ставки? Да. Вы уверены, что все состоится? Я сама своими ушами слышала. Этот говорит, а чего это ты за моей Наташкой Голубевой ухаживаешь? А он говорит, а чего это нет? Она мне тоже нравится. А тот говорит, ну и что, что она тебе нравится? Ну, нравится она и мне. И все об этом знают. Он говорит, да, все об этом знают. Но никто этого не видел. Я понял. Я понял. А он так что, все из-за Наташки Голубевой, что ли? А, да. Значит так, сегодня, после школы, драка, Семенов из 11-го Б и Потапов. Ну, ставки будут. Да, стой. Или 200. 200. Ай! Гулять так, гулять. 200 на Потапова. 200 на Потапова. Соточку на Потапова. Вы уверены? Я его лично тренировал. Как? Вы тренировали Потапова? Тогда перекиньте 200 на Семенова. Зря вы сомневаетесь в моем преподавательском таланте. Ну, что вы, как можно. Еще соточку на Семенова. А ну вас. 300 на Семенова. Я слышала прием ставок открыт. Ну, тогда 400 на Семенова. Вы уверены? Конечно. Я же его классно руководитель. Да. Они же из-за вас дерутся, Наталья Викторовна. Они нужны завидовать. Кто? Все. 400 на Семенова. Началось. Уже? Началось. Вон они. Вон, зари. Ай, ай. Ты ушел так быстро. Я Семенов победил. Дядя Митя, дядя Митя. Вы же с тобой отрабатывали защиту. Виктор Михайлович, пойдите поднимите учителя труда. Он сам после такого удара не встанет. Собственно. А вас, Софья Михайловна, я поздравляю. Вы действительно отыгрались. Спасибо. И больше мне ничего не должны. Ну да. Сегодня отыгралась, а завтра выиграю. Завтра еще бой. Завтра выиграю. Завтра точно выиграю. Ой, Ли. Ой, Ли. Завтра Потапов на третьей секунде специально не упадет. Софья Николаевна. Все, все, все. Ну что же это такое? Ну где это видано? Чтобы ученики взяли голову и играли им с футболом? Ну что, не знаю, это нелюди какие-то. Знаете, что, коллеги, вот если вы не вы, я не знаю вообще, что бы могло произойти дальше. Ну что вы, на нашем месте так бы поступил каждый. Нет, 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 вы что, вы, вы герои. Вы же должны понимать, что глобус для учителя географии, это же его частичка тела. Я это так не оставлю. Правильно, к директору надо идти. Сегодня глобус разбили, а завтра, кто знает, самолетчики из контурных карт будут делать? Ну. Точно. А, только, только это, вы же глобус оставьте. Вдруг они опять нападут, отберут, ага. Точно, надо перестраховаться. Ой, уже не людей, не знаю. Че там? О, смотри. Блин, ну вот поколение, ничего святого, разбили. Че теперь делать, дядь Мить? Че делать? Ты в какой стране мира хотел побывать? В Мексике хотел, там, говорят, текила вкусна. В Мексике, понял. Секундочку. Ага. На, отведай текилушки. Не до дна, не до дна. Ага. Уху. Прям текила? А я сага японского наверну. Ну, но пасаран или как там? Курасава, акисава. Алига. Я хочу в Молдавию, там, виновку сказать. Сейчас я... Молдавия, Молдавия маленькая, сверло не ляжь. На троих. Хеллоу. О, Танюшка Скворцова, здравствуй. Здравствуй, Надежда Константиновна. Проходи, присаживайся. Ну, рассказывай. Как жизнь сложилась твоя после школы? Да че, круто все. Где-то учишься? Не, я уже всему научилась. А, как в школе на троечку. Не, на соточку. А какой институт? Института жизни. А, медицинский. Это хорошо. Спасать жизни, это почетно. А специализация какая? Ну, специализируюсь в основном на классике. А, значит, терапевт. А сейчас где работаешь? Ну, в основном на вызовы езжу. Ага, ага. Ну, все со скорой начинают. А к нам чего? Так меня к вам и вызвали. А что, кому-то плохо стало, что ли? Ну, наверное, вообще не в моготу, если с такими зарплатами еще и вызывают. Я извиняюсь. Не, не, заходи, заходи. Вить, заходи. Вот, Кварцова, познакомься. Наш учитель физкультуры Виктор Петрович учился на год раньше тебя. Так он же меня и вызвал. Ну, че, физрук, идем знакомиться? Ага. Вить, а что, кому-то плохо стало? Не, Надежда Константиновна. Хорошо. А будет еще лучше. Да? Да. До свидания. Вот кто бы мог подумать, что из такой раздолбайки получится такой прекрасный терапевт. на троих. Я люблю цветочки. Расти, мой хороший. Да-да? Токи-туки, здрасте. Я Филиппова. Ой, мать ее. Здравствуйте, проходите. Присаживайтесь. Я вас давно вызывала. Ага. А можно так как-то побыстрее, а то меня сегодня уже три раза вызывали. А, то есть вас вызывают и другие учителя? Так, какие учителя? Хотя, кто их знает. Так, скажите, почему вы не ходите на собрания? Да потому что я работаю. Ну, хорошо. Тогда на родительские собрания может ходить отец. Почему он не приходит? Ну, потому что я даже не знаю, как он выглядит. Кстати, если эта скотина придет, вы это самое мне маякните. А, ну, хорошо. Перейдем к успеваемости вашей дочери. А. Вы знаете, в последнее время... Вы, 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 вы что? Ой, я извиняюсь. Я забыла, что в школе только в туалете можно курить. Нет, вообще-то в туалете тоже нельзя. А, на заднем дворе. Нет. Ваша дочь очень плохо учится. Ага. Она прогуливает уроки. Ну, ну, ну. Ну, что ну, вы понимаете, что если она будет очень плохо учиться... Я, Дико, извиняюсь. Алло. Здрасте. А вам на час или на ночь? А, ага, хорош. Давай. Ага, шо вы там говорили? Я говорю, если ваша дочь будет плохо учиться, то в будущем она попадет на улицы города и, возможно, станет, так сказать, девушкой... Ну, это... Легкого поведения... Проституткой, что ли? Тьфу, я вас умоляю, я могу сказать, что это не самый плохой вариант. Что? Как вы можете такое говорить в храме науки? Софья Николаевна, мне тут нужно... О! Александр Васильевич, я вас приветствую. Здравствуйте. А, значит, вы уже знакомы, да? А, ну так... Да. Александр Васильевич, простите меня, но вот эта вот... Женщина, я по-другому не могу сказать, мать Филипповой, утверждает, что... Проститутка! Не самый плохой вариант! Ну да. Боже мой, какой кошмар! Вот и я говорю, кошмар! Поэтому, мне кажется, нужно исключить дочь Филипповой из нашей школы. Так, Александр Васильевич, то я попрошу... Подождите, подождите. Давайте не будем совершать, так сказать, резких движений. Для начала я предлагаю провести беседу среди нее, а потом уже посмотрим, посмотрим. Хорошо, я хочу тогда поприсутствовать при этой беседе. Нет, не надо. Это будет разговор с глазу на глаз. Пройдемте ко мне в кабинет. Сказал, с глазу на глаз. И прошу вас ко мне в кабинет в течение часа. Прошу! Спасибо. Можете заходить через пять минут, я его знаю. Через пять минут. Пусть все учителя вносят свои предложения, как потратить деньги из общественного фонда. Покупка косметики – это не общественные нужды. И с этими предложениями сразу ко мне в кабинет. Поняла? Выполняйте. А еще мы хотим поехать вместе с детьми в парк на экскурсию. Часть денег компенсируют родители. А школьный фонд выделит всего лишь навсего на автобус. Это прекрасно, Софья Николаевна. Я сразу же даю на это добро. Да-да-да. Можно? Можно, дядь Митя, заходи. Что у тебя? У меня это, проектная смета. О, ты придумал, куда потратить деньги из общественного фонда? Да. Здорово. Я предлагаю сделать скворечники в парке возле школы. Вот молодец, Софья Николаевна. А вы говорили, что дядя Митя только алкаш и бабник. Ну... Значит, вот, пожалуйста, полная стоимость. Ни х... тебе, х... твою. А мне вы запрещаете такие слова говорить. А? Вы что, собираетесь построить спальный район для скворцов? Зачем? Нет. Два скворечника, но качественные. Качественные. Вот, полная смета, так сказать. Что? Там же, главное, все своими руками. Ну, моими и одиннадцати башнями. Извините, здесь обои? Да. Шестнадцать рулонов, моющиеся. А это не перебор? Ну, осталось, а поклеим в классе, чего? Я говорю, обои в скворечниках. Это не перебор? Ну, согласен, согласен. Водоэмульсионочка тоже будет хорошо. Вот так вот. А скажи мне, дядь Митя, а зачем скворцам твердотопливные котлы? Для отопления? Сейчас же с газом. Знаете, какая ситуация? А мы котлы поставим, все. Там хоть минус двадцать на улице. А скворцы по скворечнику голые ходят. Красота. Скажите, пожалуйста, а метраж у скворечника двадцать четыре метра? Ну, это общее. Это общее. Желаем меньше. Ну, там дизайнерские решения. Ну, тоже можем убрать. Так. Мне кажется, Софья Николаевна, что это скворечник для двух дятлов. Для трудовика и его друга физкультуры. Да-да-да-да. Ну, почти, почти. Один для нас, а второй, мы думали, друзьям сдавать. Знаете что, дядь Митя, я запрещаю вам тратить деньги из общественного фонда. Да. Жаль, жаль. Это же могла быть первая реальная программа, доступная жилье для учителей. Тогда на каникулы я в запой, в привычную для меня среду. Да-да-да. Интересно, что он имел в виду, когда сказал на улице минус двадцать, а скворцы по скворечнику голые ходят. Да. Софья Николаевна, я вас очень прошу, проследите за этой парочкой. Буду вам очень признателен. Да. Да. Надежда Константиновна, я извиняюсь, что отвлекаю вас от этого важного дела. Может, вы все-таки объясните, зачем вы вызвали нас с урока и уже десять минут молчите? Я просто не могу подобрать синоним к слову «идиот». Идиот, ага. А, тут легко. Дебил, придурок. Имбецил, даун. Валерий Петрович, все эти слова относятся к вам. Вы что устроили на уроке? Что? Мы, между прочим, идем по школьной программе. У нас сегодня тема «Строение человека». А на картинках показать было нельзя? О, что вы, какие картинки? Мы в двадцать первом веке. Сейчас картинки уже никому не интересно. Детям подавай наглядное пособие. Тем более, они сказали, что они так лучше запомнят. А если бы вам дети сказали спрыгнуть с девятого этажа, вы бы тоже сделали, да? Да. Прыгал. Но со второго. У нас же школа двухэтажная. Одиннадцатый класс, он очень сильный и очень хорошо умеет убеждать. А почему «Строение человека» нужно было показывать именно на учительнице английского языка? Тоже дети так захотели? Ну, так это и буду. А позвольте объяснить мне? На. Ну, другого найти нельзя было? Можно было, конечно. Но дело в том, что на учителе физкультуры можно показывать только открытые и закрытые переломы. Учитель трудов был на каких-то опытах с учителем химии. И тут я вспомнил. У Ольги Николаевны окно. И идеальное от природы тело. А можно было найти кого-нибудь не из учительского коллектива? Можно. Но я позвонил, уточнил информацию. Это же сумасшедшие деньги. Вы представляете? За один час сто долларов. Откуда? Откуда у нас такие деньги? И я вспомнил, что Ольга Николаевна любит конфетки с коньяком. Ну, и я решил... Да. Я, знаете, так люблю эти конфетки, и они меня так раскрепостили. Так раскрепостила, и да. Get out of here. Ладно. Все, мы пойдем. А ты останься. Валерий Петрович, что завтра у десятого анабиологии? Ну, так та же тема строения человека. Ага. Я так понимаю, у нас натура все, да? Придется опять на картинках показывать. Да нет. Почему? Я пойду вместо Ольги Николаевны. А зачем это вам? А зачем, Валерий Петрович, что нужно напрочь отбить у детей тягу к таким пособиям? Потому что если у тебя будет тема, откуда берутся дети, то нас закроют. Все. Завтра с утра я у тебя в десятом А. В костюме Ольги Николаевны. Вот прям и. Я тебе сказал, если ты не решишь этот вопрос в течение часа, я тебе глаз на жопу натяну. Мне? Тебе, тебе. Все, давай. Здрасте. Здрасте. Софья, а как вас там? Николаевна. Угу. Я надеюсь, причина моего вызова более серьезная, чем ремонт школы. Потому что мне пришлось отложить такие дела, что там не то, что на ремонт школы, там на всю вашу школу хватит. Я вызвала вас по поводу успеваемости вашего сына. Поправочка не сына, а внука. Да-да, в вашей школе учится мой внук. Внук? Угу. Вы хорошо выглядите. Спасибо, я знаю. Коленька, дай ей визиточку моего пластического хирурга. За пару десятков тысяч долларов будете выглядеть на 25, как я. Вообще-то мне сейчас 25. Ну ладно. Что по поводу внука? Ваш внук, Дмитрий Жлобов, безответственно относится к учебе. Контрольные за него решают отличники. А портфель носят старшеклассники. А он целый день сидит в своем телефоне с тупым выражением лица и ничего не делает. Вы что-то сказали? Я говорю, если так дальше будет продолжаться, то я ему поставлю неуд за год. И ничто меня не остановит. Угу, угу. Коленька, дай мне портфельчик. Кое-что хочу вам показать. Софья, как вас там? Николай. Угу. Так, вот. А, нет, это не тот. А, это Семенова. О, да. Читайте. Только эта информация конфиденциальная. Это подарок Димочке на окончание школы. Подождите. Аттестат об окончании средней школы ученика одиннадцатого класса Жлобова Дмитрия? Именно. Все отлично? И по моему предмету, по истории? Подождите, подождите. Но он же сейчас только в шестом классе. Как такое возможно? Возможно. Софья, как вас там? Возможно. Эх. Раз уж пошла такая пьянка, то еще кое-что вам покажу из Диманых достижений. А, да. Вот. Красный диплом? А, звучит. Об окончании университета? Да как же так? И зачем же он тогда вообще в школу ходит, если у него есть и аттестат, и диплом? Ну как же? А я в Раду зачем хожу? Потому что ходить это полезно. Эх, раз уж мы так с вами разоткровенничались. Здесь, смотрите, тоже для Димки. Удостоверение народного депутата Верховной Рады Дмитрия Жлобова. Ну, конечно. Кто же о вас, о народе подумает? Вот мы, Жлобовы, и думаем. Семен Горгий Семенович, вы на массаж опаздываете. А, сегодня простота. Да. Ну что ж, до скорых встреч. Надеюсь, что нет. Коля, оно закрыто. Простите, дать заберечь. Простите. Напугал меня. Скажу в классе, что Дмитрий Жлобов стукач. Может, хоть дети его научат. Евгений Иванович, я пригласила вас в кабинет, чтобы сказать вам, что вы странный. Не понимаю, о чем это вы. Меня удивляют ваши методы преподавания детям. Я учу детей латынь. Я учу детей латынь. Ну, довольно-таки странно. На уроках музыки первоклассники изучают латынь. Ну, вдруг кто-то из них захочет пойти в медицинский. Евгений Иванович, на уроках музыки нужно изучать нормальные песни. Вот скажите мне, пожалуйста, какую песню вы изучили ко дню матери? Про маму. Да, но она на немецком языке. Там мута, мата... Мута! Господи, боже мой. Зачем вы ее поете с первоклассниками? Песня просто очень эмоциональная. Евгений Иванович, последнее предупреждение. Либо вы меняете свои методы преподавания, либо я вынуждена буду вас уволить. Константин Ивановна, вызывали? Да, Валерий Петрович. Вас я тоже вызывала, чтобы поговорить и о ваших методах преподавания биологии. Где ваша практикантка? Ну, где-где. Да, не утруждайтесь, я уже догадываюсь. Валерий Петрович, если я разрешаю вам использовать наглядные пособия, то не доводите, пожалуйста, это все до идиотизма. А где химик? Так они с трудовиком из ртути спирт вытащили. Короче, не будет его, угорел. Как? Ну, во всяком случае, до завтра. Все, мы можем идти? Идите. Погнали, я тебе дохлого голубя покажу. Во! Дерещь. Дарья Олеговна, догоню осенью. На троих! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова